Привет, мои хорошие, с вами Селена Суэй, и сегодня мы продолжаем ответы на ваши вопросы. Следующий вопрос задает мне Алина Пазенко. Сними видео, как стать красивой. Я, наверное, сейчас не в очень хорошем виде, чтобы снимать такое видео, надо, бля, блистать. Ну, вроде так, ярко, ничего, по-весеннему пойдет. Более, это серия ответов. Как стать красивой, девчонки? Красивой стать, в принципе, в наше время очень просто. Сначала нужно понять, что для вас красивое. В первую очередь вы должны видеть красивой себя, потому что все настолько относительно, делать все шаблонно. Вы, возможно, во внешности своей, что-то вам не хватает, что-то бы вы хотели поменять. Может, вот есть какие-то идеалы, у которых можно где-то что-то позаимствовать. Хотели бы вот это, как у нее, вот это, как у нее. Вы любите длинные волосы, отпускаем длинные волосы. Если это долго, пока их наращиваем. Вы хотите более пухлые губы, пожалуйста, идете, георулонка рулит. Дальше, вы хотите длинные ресницы. Сейчас их можно как нарастить, так и отрастить. Полно способов сейчас разных. Брови, то же самое. Быть в моде, в тренде, смотреть, что зачем. Зубы. То есть зубы должны быть в порядке, беленькие, красивые, ровные. Для этого мы идем к стоматологу и стараемся делать все возможное для этого. Фигура. Мы худеем, если вы хотите худеть. Мы набираем массу, если вы хотите на массу набрать. Мы кощаем пресс, если вы хотите, чтобы у вас был пресс. Мы идем в солярий, если вы хотите, чтобы у вас была смуглая кожа. Ну, соответственно, мы одеваемся. Модно. Все очень просто. Тут нет никаких, честно говоря, секретов. Все просто. Вы видите что-то, что вам нравится и делаете то же самое с собой. Вопрос в другой в том, что стать красивой это половина дела. Это не сложно на самом деле. И все. Даже если уже вам не нравится что-то конкретное в себе, есть пластические хирурги. И вы можете обратиться к ним, и они сделают вам то, что вы хотите. Я против этого абсолютно ничего не имею. И я знаю, что пластическая хирургия поменяла многие жизни. Я думаю, чем мучиться всю жизнь от недостатка чего-то такого конкретного, если он есть, конечно, недостаток этот внутри, и вы чувствуете, что вы не можете с этим. Я считаю, что лучше просто это поменять. Собирать денег и что-то в себе изменить, поменять. Если вы, конечно, к этому готовы сами, а не кто-то вам говорит, надо это сделать, надо это сделать. Внутри. Внутри должна быть такая потребность. Ну и все. Это самое легкое, самое простое, мне кажется, что мы можем сделать. Просто каждый клочок вашей внешности, ногти, волосы, кожа, глаза, зубы, руки, вот все вот это, каждый клочок вы должны отточить, чтобы он вас устраивал, чтобы он был для вас идеальным. Вот тут все, мне нравится, отлично. И тогда расслабиться, привлекать внимание общества, и уже дальше работать над собой внутренне. Конечно, может быть, кто-то скажет, что лучше сначала поработать внутренне, зачем там себя менять. Я просто считаю, что, что касается внешности, это сделать намного быстрее и легче, и результат появится быстрее, нежели работать внутренне, потому что работать внутренне, да, это нужно, но это очень большая работа. Если вы готовы пойти этим путем, то я только вообще за. Я только за, и да, пожалуйста, идите, кто может. Ну, например, для меня это было сложно, для меня проще. Я тоже была гадким утенком в детстве, и далеко себе не нравилось. Сейчас вот смотрю на свои детские фотографии, как-нибудь вам их покажу. Я была такая смешная, я какие-то строила рожи, у меня были белые перегидрольные волосы, я была худая, ужасно. В общем, ну не знаю. Кому-то я нравилась, конечно, мне повышали самооценку со стороны, да, там парни, когда я начала расти, как-то развиваться. Но, тем не менее, я себя видела немножечко другой. Мне нужно было быть звездой. Поэтому, конечно же, я тоже много что вложила и поменяла для того, чтобы чувствовать себя уверенно, классно и, в общем, вот так вот. Итак, надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Он был полезен и интересен. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. А в следующем видео мы перейдем к другому вопросу. С вами была я, Селена Суи. Пока-пока. Пока-пока.